Всем привет! Вы снова на моем канале. Меня зовут Алексей, я художник. Сегодня я хотел бы сказать пару слов о палитре, а также как же вам сэкономить деньги на красках масляных. Начнем с палитры. Какую же стоит использовать? Существует великое множество всяких разных палитр, которые вам могут предложить художественные магазины. В основном это палитры из дерева. Я их не очень люблю, потому как дерево впитывает краски и всегда остается грязным, и в общем-то не очень приятно с такой палитрой работать. Лично я использую ее из оргстекла. Вот она, кстати, у меня, уже грязненькая в красках, но тем не менее вполне себе рабочая. Она плотная, не раскалывается, достаточно эластичная, а также не царапается при ее мойке. Вот, собственно. Вы можете использовать любой другой подходящий материал, например, тот же самый пластик, только такой, который не будет, опять же, царапаться. А если же у вас все-таки есть деревянная палитра, и вы не хотите ее менять, то хотя бы палачьте ее, чтобы она была гладкой и не впитывала в себя эти краски. Переходим к пункту номер два. Как же сэкономить краски, которые вы нанесли на палитру, завершили свой сеанс работы с картиной, и вам не хочется их выкидывать? Что же с ними делать? Потому что краски, как вы все знаете, достаточно быстро сохнут и приходят, соответственно, в негодность. А выход максимально простой. Берете в свою палитру и суете ее в морозилку. Может показаться смешным, но тем не менее, именно так я ее и храню. А краски сохраняются буквально в идеальном состоянии, не высыхают. Я храню ее там неделями буквально. На воздухе они бы высохли буквально за пару-тройку дней, а так, ну, три недели спокойно, в отличном состоянии. И если ваша морозилка забита пищевыми продуктами, не беда. На улице сейчас зима, выставите ее на балкон. Главное, глядите, чтобы снегом не занесло. Еще один важный вопрос возникающий у людей. Но все же, если краски засохли, что же с ними все-таки делать? Ну, мыть ее каждый день, как я вам сказал, не обязательно, если вы будете хранять краски в морозильнике. Но иногда все-таки это придется делать, хотя бы там раз месяцок. А для этого вам в помощь понадобится вот такая вот железная губка из нержавеющей стали, которую вы сможете приобрести в любом хозяйственном магазине по цене, наверное, рублей в 50. Это, наверное, максимальная ее цена. Отмывает она отлично. Главное, не используйте ту, которой моете посуду. Для того, чтобы отмыть вашу палитру, вам даже самые тресохшие краски, вам понадобится минут эдак 5. Надеюсь, сегодняшними своими советами я сэкономил не только ваши деньги, но и ваше время. А на сегодня это все. Я желаю вам творческих успехов. Если хотите увидеть мои картины, то переходите по ссылкам на мой инстаграм-профиль и на группу ВКонтакте под этим видео. А также переходите на канал, подписывайтесь, смотрите видео, там есть видео про фильмы. Оставляйте свои комментарии, лайки, дизлайки. Ваша активность очень важна для нас. Всего вам самого наилучшего. Всем пока.